Тимур, ну вот ты ведь для многих пользователей интернета, ну, скажем так, сделал неожиданный поворот абсолютно. Я, честно говоря, рассчитывал просто удивить, но я не ожидал вот такого сумасшедшего всплеска. Да, давайте расскажем нашим слушателям, что недавно у Тимура вышел новый клип на песню «Тамара», и, в общем-то, Тимур, как порядочный музыкант, выкинул этот клип в сеть, и там начались обсуждения. Естественно, кому-то нравились, кому-то не нравились. Вот для тех, кому не нравились, и кто резко критиковал этот клип, Тимур записал такого рода ответочку в стиле рэп, и причем довольно круто это сделал. Очень элегантно, да, очень крутая штука, да-да-да. Расскажи, ты вообще вот, ну, всегда же, я думаю, что и на прошлых видео были как положительные отзывы, так и отрицательные, но это нормально. Конечно, конечно. Тут что-то психанул. Психанул очень просто. Дело в том, что мы, благодаря тому, что огромное количество моих друзей и известных людей поддержали меня с этим клипом, мы в течение ближайших каких-то там часов после запуска видео попали в топ. В топ YouTube, вот там, где, собственно говоря, огонь горит, вот, и где находятся молодые люди, и не только, значит, мальчики, но и девочки, не только молодые, их гораздо меньше. Тем не менее, они мониторят именно как раз вот ту часть, которая называется «в тренде». Вот, их много, им мало лет, вот, читают они, к сожалению, видимо, не очень много, потому что грамматических ошибок так, в них можно утонуть, короче. Да, и формулировки типа «фу», и дальше слово на букву «г», или там «не зашло», или типа «гори в аду», или так далее, что он здесь делает, вот такие вещи, да, они меня не устраивают. Я считаю, что я положительно реагирую на критику. Если мне напишут, что, например... Вот лучше бы из минора в мажор уйти во втором куплете. Например, да, например. Или там, я не знаю, Аль Пачино в фильме «Скарфейс», которого я, значит, пытался имитировать несколько секунд в этом клипе, вот, значит, не носил там вот такие вещи, или там не ходил с битой, а он реально не ходил там с битой, но биту мы взяли для совершенно другой цели для клипа, да? Раскатывать тесто. Совершенно верно. То есть есть ли какие-то вещи, которые действительно мы сделали там, либо зря, либо не точно, отойдя от оригинала, тогда я понимаю, почему могла возникнуть критика. Когда критика возникает, условно говоря, из-за того, что я просто оказался в тренде, а я там не должен быть, по их мнению, я... Тут уж извините. Да, я посидел, почитал, думаю, окей, ребята, сколько вам лет? Сейчас я посмотрю, мы посмотрели примерно, сколько им лет, какую музыку они слушают, а сейчас все, знаете как, подсели на рэпчик. Я думаю, рэпчик хотите? Сейчас я вам устрою. Я записал, вот, и надо сказать, что я был поражен колоссальному количеству откликов, потому что, несмотря на то, что, так скажем, мой Инстаграм работает не на всю катушку, меня уже несколько раз ругали профессионалы и говорили, что с тем, так скажем, багажом, который я имею в шоу-бизнесе, у меня должно быть уже несколько миллионов подписчиков, а из-за того, что я очень вяло развивал свой Инстаграм, он у меня пока в таком странном состоянии. Да, я хотел бы заметить, Тимур не фотографирует еду, как минимум, не фотографирует еду, не фотографирует ноги. А в спортзале, я надеюсь, есть хоть что-то? Нет. Ну вот, а потом он удивляется. Откуда там полмиллиона вообще? Три миллиона, а не три миллиона. И, короче говоря, даже при том, что у меня не такой развитый Инстаграм, мне удалось вот с этими видео, которые уже стали такими серийными, набрать там 200 тысяч просмотров, что для моего Инстаграма, безусловно, очень круто. Но, что удивительно, даже не количество просмотров меня поразило, а количество комментариев положительных. Да-да-да. Под первым видео, которое еще на тот момент не набрало там 150 тысяч просмотров, было более полутора тысяч комментариев. Сейчас их там две, почти с половиной тысячи комментариев, из которых 95% это положительное. Я не нашел ни одного отрицательного стадия там смотрел. Я был поражен, клянусь вам. Причем там не, Тимур абсолютно не врет, я тоже вестал. То есть там были даже комментарии из серии, допустим, вообще я не слушаю музыку Тимура, но рэпчик реально крутой. Вот, то есть таких комментариев там было. Самое смешное, что это репостнуло огромное количество разных артистов, с которыми я знаком и не знаком. Это репостнули разные ресурсы интересные. И когда я, значит, зашел посмотреть на один из ресурсов, как там происходит реакция на мое видео, первый комментарий, который я видел, был комментарий Макса Фадеева. А-а-а, молодца, написал Макс. Это высшая похвала. Слушай, ну мы что-то все как-то говорим, говорим. Может быть, мы как-то исполним что-нибудь? А давайте. Я никогда это еще не делал в студии. В смысле, я имею в виду в студии радиостанции. Сейчас битосик дадим. Да. Этот трек мы записали с Андреем Черным вместе. Спасибо ему за прекрасный раскачанный бит. Сейчас попробую. Окей. Вы думали, я просто лицо из телека ведущий корпоративов. Я не ожидал, что вы будете мыслить так узко, так примитивно. Все, кому не лень лезут музыку, знаю, мне тоже противно. Чтобы успеть расставить все точки над «и», воспользуюсь речитативом. Выделю жирным курсивом и все подчеркну, если что, меня сразу поправите. Вы же во всем разбираетесь. Вы же все помните, вы же все знаете. Все эти шоу, программы, рекламы, один в один, естественно, комедий. Не переписать, не перечеркнуть, уже не вырвать из памяти. Критикуйте на неболе ни разу на моих концертах. 200% говорите песни на английском, спят и с акцентом. Чуть подробнее об этом хочу заявить официально, как преподаватель иностранных языков. Сук, ма, мотерфукин дик. Фак-а-а-а. Это еще не все. Но кто успел, тот и сёк. А кто-то решил, что меня надолго не хватит, даже время засёк. Ммм, типа-то куда он лезет? Еще пару лет он плесень. Ему бы клетчатые плеты в кресло. Ему там самое место. Маленький петь не умеет. Еврея еще, я читал, он, по-моему, в книгу не стал бы нормальный пацан такие костюмы носить. Напялил бы свитер, не пел бы нормальные песни. Тер с мужиками в подъезде на лестнице. А этот реально бесит. Слышь, Родрикис, об стену бесит. Чё это, блин, за фамилия? У нас во дворе за такую убили бы. Или как минимум зубы бы выбили те, что-то вставил или отбелил. Короче, я понял, записано. С вами же спорить бессмысленно. Во что ни фраза, то истина. Вам же тоже нелегко по жизни. У кого-то не встал, кому-то не дали. Кто-то тупо замерз в апреле и мае. Другие двоек нахватали. И в школу опять идти папе и маме. И тут еще я так быстро. Чё за прикол? Вот это сюрприз, да? Но я играю антагонисты. Вы тоже будьте добрее. И в этом больше смысла. Come on. Огонь, товарищи. Просто зажжешь. Это вообще, это огнище. Очень круто, Тимур. Прям молодец. Слушай, ну вот, кстати, говоря про комментарии, которые были... Как ты это запомнил? Меня вот этот вопрос интересует. Я просто это написал, поэтому запомнить это было очень просто. Вот. Единственная проблема, нужно воздуха еще больше брать вначале, чтобы он зашел как раз туда, куда нужно, чтобы делать, так скажем, люфтов меньше. Вот. Так говоря про комментарии. Под видео там среди прочих были, типа, Тимур, круто, тебе нужно на Versus Battle. Да, еще раз расскажем нашим слушателям. Очень много людей это написало. Это большой такой проект, он выходит на YouTube, где известные рэп-музыканты батлятся, да, то есть соревнуются друг против друга, пишут куплеты друг против друга. И вот... Кто кого краша оскорбит. Кто кого краша оскорбит. Да. Ну так, Тимур, вот не было таких мыслей у тебя пойти на Versus. И кого бы ты позвал на Versus, если бы вот была такая возможность? Я могу так сказать. При всем при том, что за вот этот короткий период, буквально меньше полутора месяцев, я наконец-то раскрыл свое истинное лицо, что я нормальный чувак, который может ругаться матом, который отвечает за базары, который может запросто приложить, если это нужно. При всем при этом, есть какие-то вещи, которые я не приемлю. Versus Battle для меня, прежде всего, площадка для тех людей, которые... Они не все мне интересны, безусловно. Для меня это возможность увидеть филигранный, иногда жесткий, но очень точный и очень красивый... Очень красивый, оточенный стиль. И самое главное, возможности интеллектуальные человека, который выходит туда батляться. Я сейчас говорю прежде всего про Оксимирона, который иногда очень сильно жестит с точки зрения, так скажем, панчей. У него бывает очень, действительно, такая грубая лексика. Но при этом он для меня, прежде всего, поэт. Человек, который, обладая невероятным количеством знаний, прочитанных книг и так далее, использует их как раз для того, чтобы совершать вот эти вот филигранно отточенные удары в сердце, в печень, в голову соперника. Потому что, когда начинается оскорбление, это не очень красиво. И большинство как раз тех, кто выходит на Versus Battle, этим злоупотребляют. Кто-то делает это классно и смешно, кто-то делает это просто потому, что, так скажем, для них это... Да, просто нужно, да. Да, но я считаю, есть все-таки вещи, которые непозволительны. Я понимаю, что в жанре Versus Battle это нужно делать. Но когда начинают говорить о том, что бы они сделали с твоей мамой, с твоими детьми, с твоей женой, просто за это можно получить в бубен. И как бы и получить в бубен в ответ запросто, наверное, тоже. Но прикол в том, что есть вещи, которые, ну, я считаю, территории, на которые нельзя заходить. Нельзя трогать родителей, детей, жен и так далее. Хотя там это происходит достаточно часто. Для меня эти темы, ну, слишком тяжелы. Я не могу кому-то сказать, что я там сделаю с его мамой и так далее. Да, и не хочу, чтобы кто-то говорил про мою маму какие-то вещи, потому что я слишком ее люблю. Да, Тимур, слушай, мы знаем, что ты, хотя скорее не ты, а твой сын, большой поклонник тачек. Причем не только тачек, на которых... Оба. Оба сына уже, да? Оба сына, да. Поклонники. Причем не только те, на которых ты их катаешь, но и мультфильмы. Конечно, конечно. Которые, кстати, наши мурзилки озвучивали. Так что они немножко поклонники мурзилок, но совсем чуть-чуть. Вот. Мы слышали, что у тебя дома даже есть коллекция маквинов. Конечно, конечно. Эти маквины покупались с самого, собственно говоря, рождения Мигеля. Вот. Продолжались, когда уже родился Даниэль. Естественно, я ездил в разные города, был в разных аэропортах и покупал там постоянно разных маквинов разного размера. Они отличаются разрезом глаз или цветом? Они отличаются, например, у маквина же было несколько раскрасов в двух сериях. Красный, как минимум. Два красных. Один голубой, который, когда он мечтал стать резидентом Диноко. Плюс ко всему еще был мэтр. Его друг всегда, он есть. Я покупал мэтров. У нас есть мэтры четырех разных размеров. Два маленьких, абсолютно одинаковых. Но один просто мэтр. А второй, если ему нажать на мотор, он делает так. Он ржет, короче, как настоящий мэтр из мультфильма. Мне кажется, что все-таки это Тимур поклонник Макуинов. Он так об этом рассказывает. В общем, это правда очень круто. Поэтому, в принципе, я с большим удовольствием это делаю. И любой мультфильм, на который я иду с детьми, это, конечно, большое удовольствие. И я могу сказать, что, конечно, до определенной поры, когда мои дети смотрели мультфильмы, например, которые озвучивал уже я, мне хотелось вообще, в принципе, конечно, узнать, насколько для них это важно, не важно. И прежде всего я хотел, конечно, чтобы для них это тоже была небольшая часть их истории. И я имел счастье наблюдать один эпизод, когда они общались с их подругой, вот мои сыновья. И говорили как раз про то, что я озвучил один из мультфильмов, который они вот только что смотрели. И что самое приятное было, они не говорили об этом так, как будто они хотели похвалиться. Что типа, папа у меня тут озвучил один мультфильм. Нет. То есть они говорили это как будто это вот сама собой разумеющаяся вещь. И сказали, вот это, значит, это вот папа озвучивал. Девочка резко так повернулась на меня, я думал, у нее оторвется голова. Так же резко, как Дима Колдун шутит. Да, да. Это вы озвучивали. Голосом Волан-де-Морта почему-то начала озвучку ведьма. Это очень круто. Я, кстати, сегодня не могу раскрыть секрет. Я сегодня ходил на озвучание нового тизера для мультфильма, который выйдет вот в ближайшем. Мой суперпапа. Не, не, не. Не он? А не он? Совсем скоро выйдет новый мультфильм. Очень крутой. Очень смешной. Я сегодня ездил на озвучку одного из персонажей. Это будет пока только трейлер и тизер. Но если все срастется, и мы совпадем по срокам, и я все-таки не уеду, и мы запишем. То я скажу, как он называется. Это будет разрыв, потому что мои сыновья фанатеют от этой штуки невероятно. И если они узнают, что я буду озвучивать одного из персонажей вот этой вещи... Вот о чем он говорит сейчас? Ну каков нагреться? Да, извините. Давай про то, про что ты можешь наверняка поговорить. Вернемся к рэпу. Нет, фильм для всей семьи «Мой суперпапа». Это анимационный фильм. Да, кого озвучивал, о чем мульты. Это российский проект вообще. Что, врут опять на керапу? Нет, нет, просто у этого фильма появилось... Как бы я так скажу. До этого у этого фильма были разные... У мультфильма были разные названия. Теперь «Мой суперпапа» называется. Я озвучивал, значит, замечательного персонажа, который кажется всем вроде как нормальным, а на самом деле он злодей. Причем такой бьющий под дых из-под тишка. И это очень классно, потому что я мечтал озвучить злодея. Мне кажется, вот вообще Тимур так визуально не похож на злодея. А ты глаза-то закрой и пускай поговорит. Похож. Вот, и это была очень классная история, потому что, на мой взгляд, когда наконец-то ты получаешь возможность играть как раз двумя красками, когда тебе нужно изобразить, что ты хороший, а потом неожиданно, как закрываются двери лифта, ты говоришь, что ты думаешь, на самом деле это очень круто. То есть я просто невероятно... Тимур превратился, да, в такого актера-дубляжа сразу же. Если бы Волан-де-Морт был в мультике, то он бы говорил вот так. Не слишком жестко, но при этом довольно таким серьезным голосом. Слушай, вообще мы заметили, что в последнее время у тебя появилась какая-то особенная, это вообще сейчас не из мира мультиков, особенная любовь к шляпам. Она у меня на протяжении последних, наверное, лет 60. Ага, 60. Что за любовь? Это связано с твоей любовью к танцам и королю поп-музыки? Безусловно, отчасти. И плюс ко всему к тому, что я очень любил фильмы, в которых была отражена стилистика 30-х годов. Чикаго, Нью-Йорк и так далее, да? Когда эра мафиози, эра гангстеров, эра сухого закона и все с этим связанное прежде всего выражалось через манеру общения и стиль мужчин, которые этим занимались. И для меня, кстати, совершенно недавно, вот буквально вчера я понял, что эти штуки... Шляпы? Нет-нет-нет, белые штуки на обуви гангстеров. Ага-ага. Вы знаете, как они называются по-русски? Нет, конечно. Они называются гамаши. Гамаши? То есть гамаши мы себя всегда представляли одним образом. Я представляю хоккеистов на ногах. Да-да-да, но эти накладки на туфли, они тоже называются гамашами. Вот эти белые, которые, собственно говоря, надевались сверху, вот закрывали щеколотку. Это тоже называется гамаши. Образовательная минутка с Тимуром Родригесом. Да, по-английски это называется спец, а по-русски гамаши. Удивительная вещь. Спец и гамаши, казалось бы, одно и то же. О музыке, гамашах и тачках, друзья мои. Мы разговаривали сегодня с Тимуром Родригесом. Спасибо огромное, Тимур. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, было очень классно. До встречи, Тимур. Всего доброго. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok